Виктор Галявкин, второй летучий голландец. В этот раз я писал на холсте. Кусок мешка я натянул на табуретку. Не очень хорошо у меня получилось. Сначала я его на ножки натянул. Так он у меня совсем не натянулся, и я его на днище натянул. Отец после этого английского письма мне краски купил. Целую коробку мысляных красок. Хотя у тебя и нет метода, сказал он, но будем надеяться, что он появится. Писать картины лучше на площадке, сказала мама. Я вынес табурет на площадку. Держа в одной руке фанерку с выдавленными красками, а в другой кисти из собственных волос, я прошелся по нашей площадке. Витя, ты что, художник? Удивился дядя Садых. Не мешайте, сказал я. Это дело серьезное. На нашей площадке самые серьезные люди живут, сказал дядя Садых. Я и Витя самые серьезные. Все раступились. Я подошел к холсту. Я начал писать второго летучего голландца. Уж на этот раз я напишу этого летучего голландца. Соседи говорили, зачем краски-то столько накладываешь? Сколько стоит одна такая краска? Такую картину на базаре не продашь. Не толкайте его, не толкайте. Отойдите от него, отойдите. Не мешайте ему, не мешайте. Красиво-то? Красиво получается. Где красиво получается? Получается кораблик получается. Где кораблик получается? Глядите, глядите. Не брызгай на меня. Это я им тоже мешать стал. Не махай так своей тряпкой. Отойдите, сказал я. Я должен издали посмотреть. Я отошел от картины. И так, и эдак смотрел. Наклонял голову то в одну, то в другую сторону. Щурился. Складывал пальцы в трубочку и смотрел в дырочку. Соседи молчали. Они тоже складывали пальцы в трубочку и смотрели в дырочку. А кто его знает? Может быть, потом доску прибьют на наш дом. Здесь скажут. В этом доме жил знаменитый художник Витя Стариков. Как же, прибьют, ждите. Если про него прибьют, то про меня тоже прибьют, сказал дядя Садых. Художник, это интересно. У меня был брат художник. Потом он утонул. Художники, они здорово зарабатывают. У меня был дядя художник. Он себе мотоцикл купил. Смотря какой художник. Вот только краски пахнут. У меня, по-моему, неплохо получилось. Кое-где краски жидко ложились, а кое-где густо. В одном месте прямо настоящее море получилось. Жалко только. Не было кабальта фиолетового. Значит, не в каждой коробке бывает кабальт фиолетовый. И соседи меня хвалили. Я понес табуретку в комнату. Я был уверен, что я написал выдающуюся картину. «Взгляни на себя в зеркало», сказала мама. Я взглянул на себя. Лицо мое было красным, синим и фиолетовым.